Здравствуйте, друзья! Мы с вами в нашей студии беседуем с Михаилом Бородянским, психотерапевтом, правильно? Я все время боюсь, так сказать, из Санкт-Петербурга. Мы записывали сюжет какое-то время назад, и мы сказали ребятам, вот задавайте свои вопросы, и вопросы поступали как в виде комментариев под видео, некоторые, как они стесняются, в личку пишут. И вот мы сделаем такую запись, где Михаил ответит на несколько вопросов сразу. Сколько у нас там, 5 или 6 у нас есть? 6 вопросов. Но дальше мы что сделаем, мы их порежем еще тоже на кусочки, чтобы не заставлять человека смотреть все 6, если он хочет 1 или 2. Поэтому вот мы начинаем наш разговор. Ну давайте, Михаил, выбирайте вопросы, что у нас есть. Да, во-первых, здравствуйте всем. Поступило несколько интересных вопросов, и я их буду зачитывать. Я немножечко их обобщил, чтобы они были интересны не только для тех, кто их прислал, а темы чуть более общие, потому что они характерны и для американской реальности, или европейской, или российской, такие очень интересные вопросы и задачки. И как обычно я постараюсь большинство из них разобрать на разных уровнях, то есть не только через слой, например, векторной психологии, а через те слои, которые нам доступны, чтобы посмотреть и с разных сторон это дело проанализировать. Ну давайте. Значит, первый вопрос такой, вопрос длинный. Девочка 9 лет, живет с бабушкой и дедушкой. С мамой видится несколько раз в год. Захотела участвовать в сложном конкурсе наравне с более старшими детьми в своей школе. Бабушка и дедушка отговаривали ее, пытались донести, что шансов победить у нее нет. Девочки не слушала, очень серьезно готовилась, но, конечно, не победила. Случилась жуткая истерика, почти припадок. Ну, в общем, вопрос на этом заканчивается, да, вот как поступать бабушке с дедушкой, с этой девочкой. И еще добавлю маленький нюанс из семейной истории, что бабушкина мама когда-то покончила с собой. Вот такая вот непростая история. Давайте сначала посмотрим на слой, который вот такой поверхностный рядом с нами. Чаще всего мы можем встретить два стиля воспитания детей. Один стиль, это когда ребенку говорят, ты можешь добиться высочайших результатов, ты можешь скакнуть очень высоко, ты там такой-сякой, крутой, лучше многих и так далее. И хорошо это или плохо? И так и сяк, потому что, с одной стороны, мы ребенка нацеливаем на какие-то высокие достижения, на реализацию потенциала, с другой стороны, мы не оставляем некий запасной вариант, а что будет в случае, если ты где-то проиграешь, где-то сможешь оступиться. И второй вариант воспитания, это когда детям говорят, что по одежке протягивают ножки, надо жить скромно, не вылезать, посмотри на себя, у тебя не получится. И вот по моим подсчетам, примерно поровну делятся семьи, родители, которые детей воспитывают так и так, может в разных культурах, чуть по-разному. Второй вариант, он, конечно, ребенка держит в этом нижнем уровне и не дает ему подняться. И здесь как раз фишка заключается в том, чтобы мы все время и сами воспринимали, и детям тоже давали два варианта. То есть, да, есть у тебя некая цель, к которой ты стремишься, и мы тебя в этом месте поддерживаем. И при этом ты должен понимать, что иногда бывает провал и облом, и это тоже нормально. И, кстати, это проблема многих одаренных детей спортсменов или одаренных музыкальными способностями, которые всегда очень гонят куда-то вверх и не дают им шанса на ошибку. И если ребенок ошибается и проваливается где-то, то он впадает в стресс. Поэтому рекомендация первая в данном случае, вообще родителям, старайтесь всегда вот эти вот две точки держать. Точка, куда мы стремимся и куда ребенок стремится, и мы ему в этом помогаем. И точка запасного варианта, которую тоже нужно держать в мыслях, чтобы ребенок не провалился, ну, скажем так, ниже плинтуса. Да, вот это вот такая точка принятия, которую мы допускаем. И в таком случае у ребенка больше потенциал успеха. Он от этого не меньше стремится к победам, к достижениям, но есть некая защита. Он знает, что если он где-то упадет и будет неуспешным, то это тоже будет принято и его родителями, и семьей. А можно я уточню вот такую вещь? Давайте. Вот с точки зрения детей, занимающихся спортом. Не спортом высоких результатов, а вообще спортом. Вот я помню, наша дочь там играла в шахматы. И я помню, она оплакивала эти партии проигранные. И тренер говорил, это хорошо, говорит, вот пусть плачет. Ну, а кто-то проиграл там. Не все же на пьете стал почетно уместились. А бывает, что уместились, но не на первом месте. Я вам скажу, вот я занимался... Если вы слышали, Харламбе, Анатолий Аканченко, создатель борьбы с армии, я у него занимался. И он говорит, ребята, он говорит, есть только один человек, который первый. Один. И первый, это не тот, что второй, или третий, или призовой, или что-то с медалью. Есть только один. Понимаете как? Я просто к чему говорю, что спорт все-таки воспитывает... Ты должен принимать поражение, а не все терпят поражение. Может быть, это поможет ребенку вот так? Нет? Да, это примерно то, о чем я говорю, что готовность к обоим вариантам. Очень часто этого нет даже у родителей, и тренеры тоже разные. И я вот общался с известным тренером, фигуристом, фигуристов это Мишин такой у нас, да? Конечно, Пикпитерский. Да, он ко мне обращал с поводу одного фигуриста, с которым он работал. И мне очень много пришлось потратить времени, чтобы как-то его приблизить к этой идее, что спортсмен, кроме своей великой цели, должен все равно иметь в запасе и воспринимать адекватно, и принимать вариант, что он проигрывает. И тогда у него на самом деле больше сил, а не меньше. Это такая тонкая психологическая штука. И какие-то тренеры это знают, какие-то этим пренебрегают, и им кажется, что главное это вот стремление к достижениям. Но если говорить про семью, то обязательно, обязательно два варианта. Я тоже своим детям всегда рад, когда они ставят высокие цели, и я им в этом месте помогаю, и поддерживаю их стремление к успеху. И при этом все я говорю, что и бывают жизни по-разному. И смотри, что есть и такой вариант, и такой, и ты можешь представить, что ты здесь не выиграешь, и будешь двигаться дальше. И это дает опору. Надо иметь не только силы, чтобы высоко прыгнуть, нужно иметь еще точку опоры, от которой мы прыгаем. С потерей Москвы не потеряна Россия. Да, 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 вот примерно об этом. Поэтому, вот возвращаясь к данному вопросу про девочку, да, бабушка и дедушка ее отговаривали, это сказано на этом вопросе. И одно дело рассказывать про запасной вариант, и ребенка к этому готовить. Другое дело отговаривать. Вот ни та, ни та крайность не хороша, и это место было зыбкое, то есть у девочки не было поддержки от бабушки с дедушкой. Но для меня это не самый интересный пласт этой истории, для меня интересно другое. Я когда читаю вопросы и слышу истории о том, что мальчик или девочка живут не с родителями, а с бабушкой и с дедушкой, по разным причинам, ну я имею в виду при живых родителях, да, так удобнее, ребенку так больше нравится, родители занимаются бизнесом и чем-то прочим, меня это все немножечко настораживает. Это не про хорошо или плохо, это про то, что мы сразу понимаем, что у ребенка, ну как это условно говорят психологи, за спиной нет родителей, у него нет этой опоры. И какие бы ни были прекрасные бабушка с дедушкой, как бы они ребенка не поддерживали, и может быть иногда даже лучше, чем реальные родители, все равно, если рядом нету мамы и папы или хотя бы одного из них, то ребенок себя чувствует не очень уверенно. И вопрос не в том, что нужно менять уклад жизни, семьи, да, и всех детей сажать рядом с мамами, а в том, что нужно делать очень важные вещи для того, чтобы ребенок родителей рядом с собой чувствовал, ну, как говорится, чувствовал их у себя за спиной. И я обычно даю такое очень простое упражнение всегда на мероприятиях для родителей и для бабушек, дедушек, что когда вы просто мысленно в каких-то сложных ситуациях, важных ситуациях представляете за спиной вашего внука, внучки, например, его и ее родных родителей просто силуэты, то вот это удивительным образом действует на то, что ребенок становится более устойчивый и, ну, давайте его поддерживать. Просто ваша визуализация этой картинки. И меня этим пользуются часто учителя в работе с классом, и родители тоже сами. И тут вот тема, как с этой девочкой быть дальше, это обеспечивать ей по возможности вот эту поддержку, если родители живы, если они как-то общаются с ребенком, чтобы проникла насыщенность и еще что-то. Но вот у меня есть ощущение, что в данной ситуации девочка просто в этом месте оказалась немножечко одна, одна без какой-то поддержки. И третий важный момент. Когда ребенок живет вдали от родителей, ну, девочка, наверное, важнее всего вдали от мамы, то, еще раз, как бы ей ни было в этом месте комфортно, у нее все равно есть внутренняя потребность, неосознанное желание быть рядом с мамой. Быть рядом с мамой всегда и постоянно. И детки, они готовы для этого сделать все, что угодно. И на уровне вот этого детского магического мышления есть такая очень частая модель, что мне для того, чтобы мама вернулась ко мне, чтобы мама была рядом, мне нужно сделать что-то, ну, вот несусветное. И вот эти вот такие запредельные цели, некие безумные цели, когда маленькая девочка, она участвует в конкурсе наравне с большими детьми, и вокруг всем понятно, что она не победит. Но она ставит себе эту цель с очень глубинной, бессознательной идеей, что я добьюсь такого результата, я покажу такое, что мама точно скажет, ой, моя дочка прекрасна, я хочу быть рядом с ней. И вот этот момент, он такой более тонкий, психологический, и его не решить на уровне общения девочки с бабушкой или с дедушкой, но об этом стоит помнить. И если вот такие детки, они берут на себя несусветные задачи, то, что им однозначно не по силам, то всегда думайте о том, что за этим стоит какая-то внутренняя, неудовлетворенная потребность ребенка, которая вот ребенок хочет так проявить себя, так показать, приличь внимание. Я такая замечательная, что ну вот делайте что-то, о чем я внутри мечтаю. А вот я уточнить хочу, все-таки в современном мире технологическом, я вот вижу, как общаются, ну, с бабушками, например, в эмиграции же много такого, что вот идите туда бабушка, там, не знаю, в Минске. И вот я вижу, что, ну, скажем, наша собственная внучка, у нее вторая бабушка, значит, у нее в Минске, и они практически ежедневно, у них там 20 минут сессии, они общаются. И это помогает с точки зрения языка, и так, родственные отношения. Все-таки это не то же самое, вот скажем, если с мамой в скайпе там 20 минут. Вопрос не в чистоте и длительности, вопрос насыщенности этого общения, как бы качества общения. Я тоже, когда общаюсь со своими детьми, я знаю, что могу с ними провести там 3 часа, но я немножечко мыслю телом, душой в своих заботах, хотя я нормально общаюсь, играю и что-то обсуждаю. А могу провести с ребенком 20 минут, но я настолько в него включен, что он говорит, ой, папа, мне достаточно все, ты можешь и на работу. Тут вот вопрос про эту включенность, насколько этот контакт, он за то время, что есть, он глубокий, продуктивный, и правда, девочка, вешая трубку, да, или выключая скайп, понимает, у меня мама за спиной, я рядом с мамой, и здесь хорошая фраза, кстати, от мамы, она так буквально и звучит дословно, что даже когда я далеко, я всегда у тебя за спиной. Вот если мама, это может этой девочке, и папа на самом деле, то же самое, да, произносить хотя бы иногда, в конце общения, да, когда пока, помню, что даже если я на другом конце страны или планеты, то я всегда у тебя за спиной. Очень хорошая фраза, хорошо работает. И последняя тема из этого вопроса, про вот эту семейную историю, что у этой бабушки, ее мама когда-то покончила жизнь самоубийством, когда такие вещи есть в истории, то очень часто у кого-то из потомков, у детей этих несчастных, или их внуков, и там может быть, у следующего поколения правнуков, у них есть бессознательное стремление кого-то спасти. Потому что, когда ребенок сталкивается с тем, что родители уходят из жизни, скоропостижные, или по собственному знанию, или еще как-то, то есть такое внутри, а что я сделал, что я не спас, и вот эту потребность спасти. И часто дети, таких людей, они ищут себе профессии, связанные со спасением, они как бы, становятся немножечко на службе, они или врачами, или психологами, или кем-то еще, у них есть потребность спасти, вот хоть кого-то спасти. И это может идти через поколение, и иногда люди, внуки, правнуки, людей, которые вот так ушли из жизни, они что-то в жизни делают, тоже стремятся сделать такое значимое, такое великое, что-то очень большое, на уровне спасения чьей-то жизни. И может быть, у деток это превращается в какие-то запредельные цели, я что-то великое сделаю, может это кого-то спасет. Вот этот нюанс тоже важный. Я хотел уточнить, то есть, внучка не знает, что бабушка покончила жизнь, бабушка покончила жизнь самоубийством, вы сказали, бессознательно это происходит. Да. А на каком уровне-то оно, оно же не генетически к ней перешло, что это родовая какая-то информация, что это? Да, да, я понял вопрос. Оно перешло, разумеется, не генетически, но уже много лет ученым известно, что гены это не единственный субстрат, который передает информацию от поколения к поколению. И на эту тему масса есть интересных исследований про людей, про людей в разных культурах и так далее. Это огромнейшая интересная тема. Если хочется про него почитать подробнее, как это все же работает, да, есть такой сайт расстановщик.рф, я когда-то его сам создавал и потом поддерживал, потом я его передал в управление. Там как раз написано вот про эти семейные связи, о том, как они работают, как эта информация передается. Но сейчас, чтобы очень коротко сказать, я бы так сказал. Тяжелые события, которые происходят в семье с разными членами семьи, это касается убийств, самоубийств, каких-то отношений инцестных, то есть это, ну, сексуальные отношения между близкими родственниками, еще какие-то травмирующие события, участие в военных действиях, в блокаде, оно передается, эта информация, ну, рядом, называется, окологенетический материал. То есть это не сами гены, хромосомы, а это то, что их окружает. И это может передаваться не бесконечно долго. То есть это не от царя Соломона, это несколько поколений, два, три, четыре поколения эта информация передается. Она не есть осознанная, то есть мы не знаем и не помним, что было в жизни наших бабушек или прабабушек. Мы, может, их вообще никогда не видели. Но в нас эта штука сидит. И иногда эта тяжесть, которую мы на себе несем, мы это ощущаем, как потерю энергии, как невозможность полностью жить свою жизнь, как какая-то планка, которая есть над нами в карьере, в финансах, в личных отношениях. И надо даже не представить о том, с чем это может быть связано. А вот есть эта семейная тяжесть, и пока это не выяснить, не разгрести, мы под этой тяжестью живем и находимся, и немножечко ее обусловлены. И есть способы, есть методы психологические, как можно эту информацию из семейной истории выяснять, не только прямым расспросом мам и бабушек, хотя иногда и это помогает. А как найти вот то, что давит на нас, то, что давит на наших детей, и как с этим разобраться, чтобы дети были от этого свободны. И тогда очень интересные происходят изменения. Вот если так вот коротко, просто отвечая на этот вопрос. Ну, хорошо. То есть мы, можно сказать, что мы первый вопрос завершили обсуждать, да? То есть вот противно. Я прошелся по тем местам, которые для меня здесь были важны и для многих родителей. Сейчас много такого, что дети живут где-то там, ну, не с родителями, а с бабушками и дедушками. Иногда это бывает в силу трагических обстоятельств, иногда это бывает, ну, просто так жизнь сложилась. Да, я вот только еще раз хотел к этому месту добавить, что иногда нам кажется, что если бабушка и дедушка, или там тетя и дядя, у кого ребенок живет, если они очень хорошо о ребенке заботятся, если они очень хорошо ухаживают, если они всей душой вот этого ребенка любят, ну, не своего собственного ребенка, то этого достаточно. На самом деле это прекрасно, что есть у ребенка такая забота, но этого недостаточно. Ребенок все равно должен чувствовать за своей спиной своих родных родителей. Независимо от того, какие они были, независимо от того, какие у них были отношения, независимо от ситуации, которые сложились, Все равно ощущение родных родителей за спиной, это очень важно, и есть некие техники, приемы, как бабушки с дедушкой могут эти вещи сделать. Я только, знаете что, я вас слушаю, и я думаю, наверное, это не только дети, вот я помню, когда у меня так получилось, что мама умерла первой, но отец был жив, и вот это было одно ощущение, а когда уже отца не стало, это было совершенно другое ощущение, при том, что мне уже было там, слава богу, за 50-е, я вроде уже взрослый мужик, и родители, они как раз, это скорее мы о них могли заботиться, чем они о нас, но вот это ощущение, что ты прикрыт старшему поколению, вот оно есть, и как бы ты под защитой находишься, я не знаю, как это объяснить, но я это очень ощущал острым. Да, 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 это есть, это важная штука. А если хотите что-то на тему почитать, найдите в интернете, можно сейчас уже бесплатно скачать, значит, книга называется «Ты с нами», автор Марианна Франке Грикш. Марианна Франке Грикш, немецкий автор, книга называется «Ты с нами», хорошо написана, как раз вот про разные ситуации, с которыми сталкиваются родители, неполные семьи, в том числе там учителя-воспитатели. Она больше пишет про Европу и Америку, но вот у нас в России эти вещи также хорошо применимы. Вот «Ты с нами». С этим вопросом пока все. Все, хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok